Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Баз. И в сегодняшнем видео я расскажу об отличиях обычного блюзового квадрата от джазового блюзового квадрата. Мысль записать данное видео дал мне один из моих подписчиков, за что ему огромное спасибо. Ну, собственно, да, что вообще мы подразумеваем под блюзовым квадратом? Я напомню, что блюзовый квадрат у нас имеет как бы заданную форму, то есть вот эту 12-тактовую структуру, внутри которой у нас, собственно, происходят какие-то гармонические движения, то есть имеется в виду смена аккордов. И в обычном блюзовом квадрате, скажем так, архаичном, у нас используется всего лишь три аккорда. Это аккорды первой ступени, четвертой и пятой ступени, в то время как в джазовом блюзовом квадрате у нас гармония несколько расширена. И для того, чтобы все это наглядно продемонстрировать, я сейчас расскажу структуру блюзового квадрата, скажем так, архаичного обычного блюзового квадрата и структуру джазового квадрата. Интересный момент, что в обычном архаичном блюзовом квадрате у нас все аккорды имеют вид доминант-септ-аккорда, но все равно, да, у нас как бы присутствует там вот это вот гармоническое движение тоника субдоминанта-доминанта. Несмотря на то, что доминант-септ-аккорд, он как бы по идее должен расширяться в тонику, здесь этого не происходит. Здесь как бы доминант-септ-аккорд выступает в роли уже как бы тонического аккорда. Вот это главная особенность блюза вообще, что доминант-септ-аккорды, они являются как бы тоническими по своей функции. Ну а теперь приступим к разбору, собственно, самой гармонии. Вот сейчас вы на ваших экранах будете видеть обычный блюзовый квадрат. Итак, берем 12-тактовую вот эту вот форму, которая чаще всего используется в блюзе, и первые 4 такта здесь у нас присутствует аккорд до доминант-септ, то есть вот первые 4 такта, один аккорд тонический. Далее следующие 4 такта. Здесь у нас мы переходим на 2 такта в аккорд 4 ступени. В данном случае аккорд будет фа доминант-септ, 2 такта длится. Далее опять возвращаемся в аккорд 1 ступени, это будет до доминант-септ, 2 такта. И последняя строчка, последние 4 такта. Здесь у нас будет 1 такт соль доминант-септ, то есть 5 ступень. Далее еще 1 такт фа доминант-септ, 4 ступень. 1 такт до доминант-септ, 1 ступень. И еще 1 такт последний, это 5 ступень, как бы доминанта. Мы с помощью нее разрешаемся как бы в тонику опять, да, то есть зацикливаем таким образом вот этот блюзовый квадрат. То есть это гармоническая структура обычного архаичного блюза, то есть не джазового. А сейчас я расскажу про джазовый блюзовый квадрат, то есть та же самая тональность до мажор. И вот смотрите, здесь у нас 1 4 такта, может длиться все 4 такта аккорд 1 ступени. Но чаще всего во 2 такте мы переходим в аккорд 4 ступени. То есть в данном случае будет 1 такт аккорд до доминант-септ, 2 такт аккорд фа-септ. И далее опять 2 такта до септ. То есть по сути первая строчка, она практически такая же, за исключением того, что во 2 такте мы переходим в аккорд 4 ступени. Кстати сказать, что в обычном блюзовом квадрате это тоже достаточно часто встречается, то есть вообще во втором такте очень часто переходят в аккорд четвертой ступени. Вот далее вторая строчка, то есть следующие четыре такта. Здесь у нас тоже практически все то же самое. Первые два такта вот этой вот второй строчки это будут аккорды фа доминант септ, далее третий такт это будет аккорд до септ и следующий такт будет аккорд ля доминант септ. Вот здесь начинаются небольшие изменения. Далее третья строчка, здесь у нас аккорд ре минор септ, далее соль доминант септ и следующие два такта здесь у нас будет по два аккорда в каждом такте. А аккорды, которые были до этого, то есть вот это вот как бы последовательность 1, 6, 2, 5 получается, да, если мы функционально мыслим. Здесь у нас будет только в каждом такте по два аккорда, смотрите, до доминант септ, далее ля доминант септ, далее следующий такт, опять два аккорда, ре минор септ и соль доминант септ. Вот это базовый, как бы скажем так, джазовый блюзовый квадрат, потому что на самом деле джазовые музыканты, они очень любят экспериментировать с гармонией, любят варьировать как-то ее, то есть добавлять какие-то еще аккорды, поэтому сказать, что вот один какой-то вариант я не могу. Это, скажем так, самый основной вариант, который чаще всего играется в джазовом блюзе. Ну, надеюсь, отличия вы увидели, а теперь, чтобы все это вы еще и услышали, я сейчас проиграю эти два квадрата, и вы услышите разницу. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь, что касается области применения. Обычный блюзовый квадрат, он чаще всего у нас применяется в стилях блюз, блюз-рок, шафл, рок, какой-то медленный ритм блюз 12 восьмых, то есть вот это очень часто у нас присутствует именно обычный архаичный блюзовый квадрат. Конечно, могут быть вариации, но в базе своей используются стандартные. А в таких стилях, собственно, как джаз и все оттуда вытекающие, там, свинг, бибоп и так далее, что-то такое уже более джазовое, так скажем, там используется, собственно, джазовый блюзовый квадрат. Но, опять-таки, да, все это иногда может быть вкрапление джазового блюзового квадрата и в обычный, также и наоборот могут джазовый блюзовый квадрат где-то упростить, а где-то наоборот усложнить. То есть здесь все вариативно. Но вот эти два, две базовые структуры я вам сегодня продемонстрировал и, надеюсь, вы поняли в них разницу. Думаю, что я наглядно все объяснил. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, задавайте обязательно свои вопросы в комментариях и ставьте лайки. Все пока! Субтитры сделал DimaTorzok